Последний партнер матч Каспарова. Он играл с Анантом. Он выиграл этот матч в 1995 году. Сохранил в Мальчиках Мальвира, а потом через 5 лет выиграл. Кравминка потерял на фоне. Но в этом матче он играл в Бесече. Хотя в Бесече по началу в Штатовске все так просто. Первые восемь личьев были. Восемь личьев подряд они сыграли. Девятый Анантую и друг. Газалов, что он вообще сгибает инициативу. Но это 10-я партия была, в которой Каспаров очень эффектно выиграл. Насколько эффектно, то она тоже, даже счет только сраблялся, а он уже не мог играть. Он был совершенно сломан на этой красивой победе. Нью-Йорк 1995. Е4, Е5. Конь Ф3. Конь С6. Слон Б5. А6. А6. Слон А4. Слон А4. Конь Ф6. Пока все знакомо. Это опять испанская партия. Конь Ф6. Ной-Ной. Вот здесь было сыграно... Это был открытый вариант. В форме не смотрели. Мы играли только сломан и Си. В том Б5 и так далее. А здесь Черный сразу выдает мешку на Е4. Это витковичный устрейгер. Конь Ветки Е4. Черный набирает мешку. Но она под колонтой его сыграет. Это его временное взятие. Конь Ветки Е4. Д4. Б5. Черная такая слона, как обычно. Слон Б3. Слон Б3. Слон Б3. Д5. На Е4 объединяется ладья Е1. Под рубежкой. Там неприятный свой повод. Здесь последовало ДЕ. Слон Б3. Слон Б3. Слон Е6. Слон Е6. Другой слон. Слон Е6. Конь Б3. Четко прочно борется, но белые легко развиваются как фигуры. Конь С5. Конь С5. Ушли отразмена. Нет, это такой конь, а С5. Конь Е4 С5. Конь С5. Белые собрали С3. В данном случае белые готовы поменять слона, потому что, по-моему, Д4 распоряжение. И поэтому инициатива явная сторона белых. Последовало Д4. Черном пытается какие-то размены за Д4. Д4. И вот здесь эта партия, по-моему, неизвестная. Белые неожиданно сыграют кружи, какие-то были. Он был такой ход известный, но он остался в курсе. Он применен впервые. Правда, нет, Каспаров, Карпов-то, я бы сказал, что не упали об этом. Но совсем не до этого. Но он там еще не носит. Навинка была очень позже. Вот и Ж5. Тебя, смотрите, если Кирз берет на Ж5, то есть ход Ф3. Исход Ф3. И Калининг надевается, потеряется. Отступать ему нельзя из-за, знаете, на А8. А Карадиси плохо из-за Сэнда, нельзя иметь, что там ладья висит, напали на коня, пешки. Я говорю, что здесь довольно плохо. Поэтому коня не нельзя, но это и необязательно. Просто, ну, сама заход довольно нежный. Ж5. Последовало фрагменты С3. Все два раза везут С3. И они не сзади. Сначала Верой взяли на И6. Последовало И3. И теперь Верой взяли на И6. Это так, как прошлое было сделано. Я ничего не понял. Верой взяли на И6, пожалуйста. Верой взяли на И3. И в Верой взяли на И6. Верой взяли на И6. Ин thấy на И6. Верой взяли на И2. И теперь за И2. Это так, как быстро получилось. Верой взяли на И3여� viduя за И3. То, поэтому Верой взяли на И3. Полиwan спасается seen the Skates и Банг VI. Ведь evidence. round 2 на И6Ich춤, Жертвуя этот пешек. Ну, была эта партия, эта партия была известна. Вместо 100-3 играли коня в 3. Но после разменных звездей Белого нечего не достигла. Вместо этого ступень было коня в 3, там, разменных звездей, позиция уравнивалась. Белому, как вы помните, нужна была победа поздравиться. Поэтому он жертвует пешек, чтобы получить живую игру. 22-2, последовало ферзь попал на 13-3. И вот здесь уже Каспаро применил усилен на лингу. Он пожертвовал на лингу, он сыграл в бе-3. Идея в том, что после разменного три, просто бела до 2-1. Но ферзь ушел далеко от поля боя, и это оказалось в пользу Белого. Причем эта идея принадлежала Тарко. Ее, наверное, где-то, 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 эту идею Тарко сказал. Но он просто интенсивно чувствовал, что это попадется в пользу Белого. Жертвы владеют в пользу Белого. Но конкретных вариантов не привел. А Каспаро, преподаватель к этой партии, он уже проанализировал досконально на многих ходов вперед. Так что фактически идея Тарина реализация идеи принадлежит Каспаро. Последовало ферзь в бе-3. Здесь, кстати, ходится 5 лет внутри. Кстати, на этих ходах она дала, мол, 45 минут. Потому что, конечно, матч на Каспаро, когда жертвы от сладья, это всегда опасно такой ферзь принимать. Но проверить всех в реальном до конца невозможно. Поэтому он решил... Вот... И, ну, Владик, кстати, не принял. Сначала бобиль. Последовало 100 лет внутри. 100 лет внутри. Вот. И он не решился принять владею. Принять ферзь в бе-3. И последовало здесь... Длинный-длинный вариант. Я не буду его приводить, потому что он до 7 ходов. Но форсировано. В случае ферзь бета-1 следует ферзь F5 шаг. Если переверется ферзь F5 шаг, G6 и ферзь F3. И выясняется, что черный ферзь пока надширен. Здесь висит конь G6. И здесь очень неприятная гроза. И очень трудно конь G7 за грозу. Вот. Но здесь боится явно грудь черных. Нет, здесь Сергей Градзеев надо играть. Градзеев надо играть. И когда здесь черный ферзь F5 шаг. Градзеев надо играть. Градзеев не готовы приводить. Но вот вы можете, кто эту партию записывает, может проверить, что здесь во всем многое за выигрывают. Но... Ну, потому что после шага ферзь F5. После шага слоном получают черного герзя. Вот шага ферзь F3. Здесь F5, F7, F6. Вторая гарантия F5. Нет, 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 пока чисто на 1. Но ничего не получается. То есть, Белый забирает две фигуры. А на коробе F7 следующий фигур, еще одна. Ну, здесь очень длинный вариант. Я не знаю, что это не угодить. Я пока просто говорю вам об идее. А в принципе, можно это проверить. Каспар уже готовился дома, поэтому это не просто так. Он все это прочитал до конца, а он просто идем дальше до партии. То есть, мы не будем принимать жертву. А мы сыграем так, как сыграло нам. То есть, он сыграл конь D4. То есть, он не стал предплатив юр, он очень быстрее там, защитить D6, напасть на D3, не успели отсюда. То есть, он перестраховался. Вот. И здесь, последовало, этот ход, конечно, там важный анамит. Очень эффектный еще один ход. F7 G4. F7 G4. Опять, ладья подбоя. Здесь уже анамских ладью лидеров уже, уже выхода нет, потому что, нет, если не принимать ладью, то просто на D6 грозит жуткая угроза. И тогда вообще ничего нет. И, никакого материального заграждения нет за атаку. А атака страшная на D6 грозит. Да, там какие-то матовые угрозы. Поэтому, черные дамы, на Агнии, предприняли до нас всегда. И, белые, стояли на D6 строну. На D6 строну. Вот. Довольно интересно, что здесь и хватает чистой ладьи. Но, вот эти, белые боя, блокированные в окружении черных, блокированные в окружении. И, не так и круто сейчас. Чёрные, пульсиноменовые, ладьи 8. И, последовательно, чёрные, эффекты крутые. Найдёшь, говорят, может, они нужны. Но, эффекты крутые. Бедный, великую игру, слона, довольно красиво. Слона, шесть. Напали на физиаток, оплоди. По-прежнему, нет. Напали на физиаток. И, наверное, Ф1, угрожай на А1. Напали на физиаток, и великую, войск, слона, как ходить. Красиво. Ничего не скажешь, как играть. Конечно, эта позиция стояла в Газбаро, для нас, кем, этой партии. Но, ферзь, ферзь под боем, ферзь под боем, ладно, белый, не хватает 1, ферзь под боем, и резьем надо с упасть, куда он на Субьер. Ну, на Субьер, если у других таких нет, разумных ферзь, а Субьер на Субьер. Теперь, ладья отыгрывается. Но, не ферзь С3, а А1 С3. Да. Ну, он мог, конечно, поверить на Ф1, но, тогда, получается, все просто, материальная разница, но, при жуткой атаке, это мало перспективно, поэтому, был просто, ну, не было. И здесь, подсказано, слон бельжи 7. слон бельжи 7. То есть, я слон бельжи 7. Херни сыграли, ну, бить на G7, плохо, потому что, ферзь берет на G7, и там ладья жил, не было деваться. Херни сыграли, ферзь на 3, ферзь на 3, и, бельжи, благополучно, с херен ладью, нашу 8. То есть, дай ладью, нашу 8. То есть, в результате этойAF Губинации, что получилось, белые просто отыграли ладью, отыграли ладью, и... остались внешне пешки, видите, две ладьева белые, ладьевая все белых, ладьевая черных, две рюкнифирующие белые, две рюкнифирующие белые, в черных – шевзен, в черных – 4 пешки, в белых – 5 пешек. То есть, в результате этой Африцки губинации, в жертву – Первый раз черные отказались от черных, второй раз приняли, потом последовал два рисковых удара, теперь уже 4, 100 на 6, и потом белый слон забрал, 100 на 6, отыграл ладью, и в результате депрессивной комбинации белых со старой встречной пешкой, где черная слона. То есть атака продолжается, а вложение ярмарки белых, и в дальнейшем, как говорится, дело техники, здесь уже последовало феррежи 6, черные пытаются применять феррежей, ну, феррежи 19, у меня нет, черные, беды отступили слону на 6, 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 слону на 6. Да, напалить ладью, последовало слону на 7, слону на 7, слону на 7, черные разменяются на 4, победа на 4, слону на 4, король беды от 7, можно подвести итоги. Можно подвести итоги, все предупреждения массы разменов, но, беда, пришли пешки, и те пешки, и ее в центре, которые просто беспрепятствуют вперед, и защиты никакого не идут. Конец партии такой, последовало ловится 1, еще пешки со симптомы опасности, черные собрались 6, применяли ее вперед, ну, и пошли пешки. Эф-4, то есть, две, две сканды, которые подвели, но вперед это огромный перевесок. Эф-4, даже, даже, пока считается, что много, а здесь иди, и вообще, все поровнуло, примор поровнуло. Эф-4, А-5 последовало, король беды, король беды, король беды, а-4, а-4, король е-3, белые затянули король беды по центру, беды, но там, например, пытаются образовать шагную, но последовало слон да-1, еще очень долгий ход 1, слон уже 4-да-1, то есть заблокировали просто тепешки, чтобы они никуда не шагнулись. Иначе там пешку А3 можно было продвинуться далеко, а здесь скандалин, последовало А3, А3, но пешки заблокированы, медные пешки пошли вперед, Ж4, ладья сыграла ЛД5, ладья СН4, напарил на коня и намешался 5, Керна сыграла СН5, но тогда ладья стала сегодня устойчивой на Д5, медные петли попадают, Керна Е4, Керна СН8, делает дичьего, ладья Д8, на первое решение было под их 5 шагов, и ладья терялась, поэтому ладья здесь сделала СН5, СН5, то есть уже бережь и пешки, Керна сыграла по Е6, отступили к нему, ладья Д5, ладья пошла ЛД5, ладья пошла на СН8, ладья СН8, ну и Керна Е4 вернулась вперед, и в 5, Керна дали 5 смертный шаг, ладья СН4 шаг, ладья СН4 шаг, керна Е3, конь СН5, конь СН5, конь СН5, выбора нет, белый, еще одна пешка, ладья СН5, ладья СН5, черные пошли ладья СН1, ладья СН1, и белый поставили ладья СН6, теперь следующая пешка пойдет, ладья СН6 идет, здесь черные ставят, ну, под положением безнадежных, не хватает, бежит, король плохо стоит, и ребята бежит вперед. Вот такая партия, которую Каспарова и Голоманды, десятая партия их матча, одна из самых красивых и знаменитых партий вообще в истории, она эффектна. Она уже то ладья была, и она еще и мешающая была, то есть это партия, которая переломила этот мальчик, она лидировала, а после этой партии еще расхомнялся, и он проиграл последующую партию, и уже он просто, уже дальше не мог играть. Отличная партия решилась в любом матче. Продолжение следует...